Твой вродный путь, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы, не раз вот... Когда-то это был крупный поселок с десятками добротных хат и сотней жителей. Сегодня, в 2022 году, деревня стала мертвой. Я совершенно случайно наткнулся на нее, исследуя самые укромные уголки Беларуси. Долго думал указывать ли название и местонахождение ее, и, пожалуй, сохраню это втайне. Здесь остались еще хаты в состоянии, будто хозяин только вчера покинул их. А потому пусть этот родный для них кут остается таким как можно дольше. Трактор прошел, видно. Там выход на трассу. В паре километров. Видимо, баня была. Замок сорвали. Либо сарай. А тут все на месте. Да, это баня по-черному. Не буду заходить, потому что вещь повымазываюсь. Низкие какие дверцы, веники висят. Уже в землю вросла. Нифига себе, бутыль такая нормальная. Деревья Никому не нужны. Провода на месте. Значит, электричество. Электричество, походу, тут есть. Хотя этот дом уже обрезан. Сюда уже ничего не подходит. Да, окна выбиты. Крыша провалилась. Я бы даже сказал, что это сарай. Был больше похож. Ну, понятно, что не первый год. Но это провода обрезанные. Смотреть тут особо нечего. Разобрали печку. На кирпичи. Ну, хоть какая-то польза людям. Вот посмотрите, как крыша была сделана. Даже не шифер. Ого. Видно, что дом очень старый. А такие дощечки как лежат. Сверху, может, как рубероид, что ли. Даже и шифера и близко нет. Все обесточено. Сарай. Сарай тоже крыша из досок. О, видите. Наверное, тогда да. Семидесятый. Ну, тут куча тряпья валяется. Низкий потолок, наверное, как курятник, что ли, был. Вот. Вход на чердак. И главный вход. Вот дороги. Ну, здесь тоже находились дома. Вон деревьев остатки. Ну, их смесли уже. Видимо, очень давно. Мне очень интересно. Столбы, которые провода идут, они все обугленные. И вон тот столб. И вот этот. И вот этот столб весь черный. И дальше тоже стал. Вот. Сад тоже очень большой. И остатки какого-то строения. Тоже как баня или сарай. Крыша рухнула прямо на него. Вот. Подходим к очередному заброшенному дому. Это я не пойму. Дуб, что ли? Листьев. Нет. Ну да, что-то похоже как дуб. Но уже, наверное, почти мертвый. Сколько ему? Лет сто, может. Никого нет. Тишина. Снега намело. Чёрные глаза дома. С дороги смотрятся. Диваны. Да. Стену разобрали. Было и диваны тащить уже. Обои. Мебель. А вот фотографии жильцов висят. Ну, может быть, кто-то узнает. Свою деревню, своих родственников. Вот, пожалуйста. Жили люди. А теперь только ветер гуляет. Ну, я надеюсь, тут не провалюсь. Доски вроде бы нормальные. Опа. Здесь уже всё. Вот, наверное, муж и жена. Были. И чёрные ленты снизу. Да, я, похоже, нашёл на окраине деревни единственный дом, в котором, возможно, кто-то живёт. Ну, по крайней мере, летом. Следов никаких нет, но... Наверное, дачники какие-то... Дачники какие-то приезжают. Вот. Самый красивый дом. Да, ну, парник, правда, разрушен. Так что... Я не исключаю, что... Возможно, и в этом доме... Какой год-два назад... Жизнь исчезла. Ну, туда ходить не будет. Думал поговорить. Думал кто-то живёт, но нет. Тут уже никого. Очень необычное чувство испытываешь, когда идёшь по пустой улице. Абсолютная тишина. Только где-то вдалеке слышно, как трасса будет. До трассы тут нескольких километров. Что самое интересное... Прочищена дорога. Вот. Видно, что после снегопада прошёл трактор и прочистил. Ну, что сказать. С другой стороны, вообще, это, конечно, естественный процесс. Что люди уезжают из деревень, умирают, собираются в крупных, там, городах. Да, я не спорю. Но всё-таки снимать это нужно, короче, для того... Для истории. Для истории. Потому что конструкционный пункт исчезает. Уже ничто потом не вспомнишь. Ничего себе. Я нашёл. Есть тут кто? Хозяин? Да. Офигеть. Телефон. Ничего себе. Вот это я нашёл домик. Ну, тут традиционно молитвенный уголок. Да уж. Какой-то машина. Ух ты. Стиралка у меня когда-то такая была. Да. Скоро этому дому будет хана. Скоро ему будет хана. Свет нету. Наверное, счётчик выключу. Да. Да уж. Ребята, ну это, конечно, потрясно. 2014 год. То есть, я так понимаю, он 6 лет уже, 7-8 возможно стоит без хозяина. Ух ты. От крыс и мышей. Да. О, тут можно было спать. А вот здесь можно было спать. Да. Хладильник. Офигеть. вот это я нашёл дом. Да. Лада. Ладик, что ли, работал? Ловик. О, бутылки какие. Корзинка. Да. Его уже вскрыли и успели пошарить плита Гефест. И успели пошарить. Ну, тут развалино всё. Ну, ребята, если кто узнает свой дом, пишите. Пишите в комментариях. Хоть ты место не называй. Да, хоть ты место не называй, где был, иначе доберутся окончательно, что разнесут. Хотя, с другой стороны, ну, умирание деревян это естественный процесс. Люди стремятся где ему давнее жить, туда и переезжают. посмотрите, этот дом. Провода на месте. Электрический там есть. Счётчик я уже не стал крутить. Но всё равно хочется, чтобы как можно дольше оставалось в своём первоначальном виде, а не то, что за моей спиной сейчас. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе немаю силы. Не раз утомленный дорогой, життём весны моей убогой, к тебе я в думках залетаю, и там душою спочиваю.